Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшую субботу станичники, как обычно, с восторгом отзываются об этой инициативе главы курорта. С самого утра в коридорах станичной амбулатории людно. Кабинеты приехавших врачей не пустуют ни минуты. К окулисту станичникам попасть непросто. Нужно ехать в город. В рамках дня здоровья проблема упрощается. Доктор приезжает сам. Да и стоматолога без талонов и очереди посетить полезно. У нас очень много пожилого населения, которые не в состоянии каждый день ходить в амбулаторию. А так они вот раз их привезли, раз в день, они прошли все. Это надо делать почаще. Очень много сейчас заболеваний идет десен. Очень много. И эта болезнь сейчас молодеет. То есть даже молодое население очень приходит с парадонтитами, с парадонтозами. То есть надо раз в полгода смотреть и следить за полостью рта. Зинаида Ловлина в станице живет с рождения. Не пропускает ни один день здоровья. Экономит свое время. Говорит, удобно. Подолгу в очереди стоять не требуется. Все врачи приехали. И вот мы по кабинетам ходим, проходим, бег зубном и всем, всем, всем. Спасибо им большое, что не беспокоятся за нами. Все-таки сразу всех обойдем. Вот я пошла, я, например, не знала, что у меня хостерин повышенный. Мне повышенный. Потом сердечные у меня другие выписали лекарства. Я пью одно и то же уже. Так что сердце, кардиограмму сняли. Все это. А то надо туда идти, надо ехать. Там очередь стоять. Ну что, старые люди. В рамках Дня здоровья можно проверить кровь на холестерин и содержание глюкозы. Пройти экспресс-обследование на кардиовизоре, сделать спирографию. Дни здоровья в Анапской пользуются большим спросом. У нас есть свои специалисты. К нам дополнительно приехали окулисты, УЗИ, брахиоцефальных артерий. На данный момент времени уже прошло более 250 человек. В основном это люди трудоспособного возраста, которые не могут в другой период времени пройти этих специалистов. И люди из отдаленных уголков нашего сельского округа. Всего День здоровья в Анапской посетили более 300 человек. Грядущие праздники – время повышенной опасности. Петарды, фейерверки и прочие атрибуты праздника могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. В преддверии новогодних праздников и рождественских каникул в пожарной части курорта провели собрание с руководителями образовательных учреждений. Из года в год пожаров меньше не становится. А в праздничные и предпраздничные дни опасность возгораний увеличивается в разы. К сожалению, пожары не уменьшаются. Они также происходят. И очень печально, что гибнут люди. И среди детей тоже сейчас участились случаи пожаров, которые дети устраивают нам. Наверное, знаете, последние случаи, где массовая гибель детей. Поэтому обо всех этих темах мы будем говорить, все это будем рассматривать, обсуждать и принимать какие-то меры для того, чтобы уменьшить количество пожаров, не допускать гибели, травмирования детей. И в период проведения праздников новогодних и повседневной жизни. Для детей разработали специальную наглядную агитацию, чтобы каждый ребенок мог знать алгоритм действий в случае возникновения пожара. При проведении новогодних утренников и массовых мероприятий дополнительные риски. Абсолютно все помещения, все здания, где будут проводиться новогодние мероприятия, площади, они будут проверены на предмет соблюдения противопожарных правил. Чтобы предстоящие праздники и новогодние каникулы прошли без происшествий, пожарные инспекции рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности. Уходя из дома, обязательно выключать электроприборы. Использовать только качественную пиротехнику строго по инструкции производителей. И не оставлять маленьких детей без присмотра. Анапа присоединилась к общероссийскому дню приема граждан, который ежегодно проводится в честь Дня Конституции. Сегодня в администрацию города-курорта Анапчан принимал мэр Сергей Сергеев и его заместители. Итоги общероссийской акции подведут в 20.00. Прием глава Анапы ведет каждый понедельник. И сегодня не исключение. Наталья Сербина – мама троих детей. И, конечно, пришла к Сергею Павловичу со своей родительской болью. У меня дочка маленькая моя. Она посещает танцевальный коллектив в нашем станичном доме культуры. Здание частично отремонтировано и сделаны даже санузлы. Но они не работают. Но они не работают. Потому что нету септика. Безалаберное отношение подрядчиков с одной стороны и бесконтрольность с другой. Глава Анапы берет на карандаш вопрос, гарантируя, проблема будет решена. За ветерана Великой Отечественной войны Михаила Дмитриевича Леоненко пришла просить Зульфия Жукова. Помогать нуждающимся уже образ жизни для бывшего руководителя социального центра. Тем более, когда в помощи нуждается преклонного возраста человек. У него старый дом и электропроводка очень старая. Он хочет, чтобы ему поменяли электропроводку. Обращался к депутату, сказал, что он пока еще не помог. И я решила воспользоваться сегодняшним днем и родиться к вам лично. Чтобы помогли участнику войны. Их у нас осталось очень мало. Без спорных. Помощь ветерана окажут безотлагательно, отметил Сергей Сергеев. И поблагодарила Новчанку за неравнодушие. С общественником из Костогаевской Василием Косеевым говорили о дорогах и освещении. Дорога по переводку школьному. А где освещение? Конкретизируйте. Освещение западное, краснофлотское. Вы должны понимать, что в первую очередь наша обязанность обеспечить там, где ходит общественный транспорт. Там, где дети идут в школу. То есть центр, гостевые улицы, проездные, федеральные краевые трассы. Тем не менее, вопрос с уличным освещением сейчас решается во всех сельских округах. Будет решение и для Костогаевской. В течение дня на прием к главе и его заместителям обратились выше 60 человек. В Анапе родители детей-инвалидов провели благотворительную акцию «Теплый маркет». По-настоящему теплая и дружеская атмосфера царила в Доме культуры молодежной. Рукодельницы курорта выставили свои изделия на предновогодней ярмарке. Здесь и декоративные елки, украшения для модниц, интерьерные игрушки. Глаза разбегались от красоты и пестроты выбора. Новый год. И вот просто мне нравятся такие вот именно игрушки с мордашками нарисованы. Они какие-то добрые. Вот это вот то, что мне нравится, то, что это делают. Все вырученные с леса пойдут деткам на помощь. В том числе и моего, потому что у меня тоже ребенок инвалид. Улыбки и восторг не только у ребятни, но и у взрослых вызвали необычные мастер-классы. Самые маленькие участники взяли в руки кисти и оживляли гипсовые фигурки. Здесь же и роспись елочных игрушек, мастер-класс по танцам Тайбл Фьюжн. Особый ажиотаж вокруг Виктории Пархоменко, которая сразила всех картинами, сделанными при помощи обычных восковых мелков и горячего утюга. Приходишь и видишь, что ты не один такой, потому что постоянно же дома, постоянно с ребенком. А тут как бы выходишь и видишь, что есть люди, можно пообщаться, что-то интересно увидеть, попробовать найти для себя занятие даже какое-то. На праздничном концерте – гвоздь программы, рисунки песком. Под волшебными руками мастера оживают целые сюжеты. Кульминацией встречи стал аукцион. Самая главная цель у нас – использование средств, просто нуждающиеся дети. У нас в нашей организации трое детей, которые поедут на регуляцию лечения. Это детки с ДЦП и один с дромом клести. Среди лотов – куклы Тильда из Краснодара, украшения от новороссийского модельера Анны Скобликовой, интерьерные игрушки, сделанные руками мамочек, картины крестиком. Акция «Теплый маркет» дала возможность каждому передать частицу душевного тепла тому, кому это действительно нужно. Режиссера Дмитрия Сорокина мы знаем по многим фильмам. «Сердце не камень», «Сельский учитель», «Истина в вине». Совсем недавно в Анапе завершили съемки фильма «Истина в вине 2». Анапчане тоже принимали участие в съемках массовых сцен и эпизодов. Пообщаться с любимым режиссером все желающие могли в минувшие выходные в Центральной библиотеке в рамках творческой встречи. Режиссер Сорокин считает, что актер должен всегда оставаться немного ребенком, чтобы максимально естественно играть, чем перевоплощаться в любые роли. Тогда и зритель актеру будет верить. Дмитрий грезил кино с 12-летнего возраста, но на режиссуру поступил только в 26 лет, уже зрелым, сформировавшимся человеком. На его счету более 60 документальных и более 20 художественных фильмов. Многие из пришедших уже встречались с Дмитрием Сорокином на съемочной площадке, когда участвовали в съемках массовых сцен фильма «Истина в вине 2». Делились впечатлениями, а режиссер рассказал о проекте, который хотел бы снять также в Анапе. Режиссер, он всегда, прежде чем чем-то работать, он погружается в историю. Когда я приехал в город, я уже рассказывал, что я ничего не знал. Но когда мы решили работать над проектом, вот этим проклятием Мансура, золото, да, это конец 18 века, русско-турецкая война, да, я решил погрузиться в историю. Я много изучил источников, я, как обычно, зашел в книжный магазин ближайший, скупил все, что касается истории Анапы, края и так далее, и все это изучал. Ну, плюс еще научные какие-то труды уже в интернете читал и так далее. Есть у нас проект, который так и называется «Сокровище крепости Анапе». Начинаются события этого фильма в 18 веке и заканчиваются, и все основное действие происходит в современной Анапе. Встреча прошла на одном дыхании. В завершении встречи режиссер пригласил желающих поучиться актерскому мастерству в свою авторскую киношколу. Анапчан приглашают поучаствовать в онлайн-тесте на знания истории Отечества. Всероссийский тест пройдет 19 декабря по инициативе молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания. Это масштабная образовательная акция, где у любого желающего будет возможность ответить на вопросы, посвященные отечественной истории, и проверить свои знания. Получить более подробную информацию, ответить на вопросы теста в день проведения акции и узнать результат в режиме реального времени можно на официальном сайте www.test-история.рф. Тестирование проводится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь России», стартовавшего в стране осенью текущего года. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 15 декабря, в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 2,4 градуса, ночью до 5 градусов тепла. Петер северо-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok